До начала дачного сезона осталось совсем немного, поэтому садоводы озаботились покупкой различных саженцев. Отсюда с пустыми руками никто не уходит. Возле прилавков не протолкнутся. Садоводы хотят приобрести самые лучшие саженцы. Долго выбирают, рассматривают все корешки, консультируются с продавцом. Особым спросом пользуются яблоня, груша, слива, абрикос и, конечно, малина. Здесь же можно получить совет, когда и что лучше высаживать и как ухаживать за растениями. Абрикос, он сладкий, у него шкурка, знаете, такая, она не твердая, но нет, то есть она не лопается. Помимо опытных дачников, которые решили обновить посадки на своих участках, есть и новички. Они обходят прилавки с особым азартом. Ой, все, и смородину, и малину, и сливы, ну все, первый раз купила дачу в прошлом году осенью. И первый раз вот приехала на выставку саженцев. Также на ярмарке много цветов и декоративных растений. Их дачники приобретают, чтобы украсить свои участки. Причем, как говорят агрономы, покупатели требовательные. Некоторые, к примеру, берут фундук. В сибирских условиях он требует особого ухода. Зимой лучше держать тепле. Но зато плодоносить начнет очень быстро. Порядовцы отмечают, что в этом году на ярмарке очень много молодежи. Бабушки, пенсионеры в основном берут землянику, смородину. Более молодое поколение берет, интересуется декоративным, хвойником и необычным растениям. Хотя сейчас очень много молодежи на удивление интересуются садоводством. И покупают землянику, расспрашивают о сортах, расспрашивают о новинках, стараются приобрести что-то необычное для сада. Многие признаются, что приходят на ярмарку не только за рассадой, но и обменяться опытом. И уже с нетерпением ждут новый сезон. Для многих дача – место для своеобразного отдыха, хоть и приходится работать, не покладая рук. Как место отдыха, да, и как отдушина, как говорится, да. Место отдыха, место занятия за его временем, как говорится. Честно сказать, не умеем отдыхать. Хочется отдыхать, но не умеем. Приезжаем и начинаем работать. Работа удовольствие, доставляет действительно удовольствие. Помимо саженцев, здесь можно купить домашних животных – кур, петухов и козочек, и приобрести дачную утварь. Работать ярмарка будет до 13 апреля. Екатерина Погорева, Максим Галат, Новости.